всем привет с вами снова я павел косенко сегодня вам расскажу как обрабатывать как делать цветокоррекцию для динамического изображения снятого на современную кинопленку речь пойдет о формате супер 8 в данном случае это любительский формат но в принципе те подходы которые я вам сегодня продемонстрирую на мой взгляд применимы для любой пленки будь то 16 миллиметров 35 миллиметров или даже 65 миллиметров потому что мои подходы базируются на аналоговых принципов цветокоррекции изображения в кино как раз вчера я получил свежие сканы свежей кинопленки супер 8 пленку наше время можно купить без проблем компания кодек ее производят в россии творческая лаборатория среда продает кинопленки она же их проявляет и сканирует я отдал эти пленки в лаборатории получил скан скан в моем случае это видеофайл формате прорез это нормально контрастное изображение рек 709 собственно говоря скан так обычно и выглядит и дальше вопрос нужно ли его обрабатывать нужно ли нужно ли делать цветокоррекцию если да то в какой степени вот давайте об этом сегодня и поговорим прежде всего нужно понимать как происходит сканирование пленки оператор сканирования когда вставляет пленку в сканер он настраивает режим работы сканера в первую очередь он раз настраивает баланс белого и яркость подсветки то есть экспозицию сканера самого соответственно изображение может получиться на скане более темные или более светлые более теплые или менее теплые это может нам с вами как заказчиком сканирования оператором и в каком-то смысле режиссером нашего маленького домашнего кино понравится а может не понравится поэтому мы вправе сделать цветокоррекцию небольшую примерно в той степени в которой она могла бы быть сделана на монтажном столике аналоговым образом конечно в цифровом мире мы можем сделать любую цветокоррекцию но лично я придерживаюсь принципов не выходить за пределы той цветокоррекцию которую я могу сделать полностью аналоговым способом так как сканирование происходит по кадровым образом то вы можете заказать разные виды файлов это могут быть компрессированные mp4 файлы это могут быть прорез файлы почти не компрессированные у них очень хорошая степень сжатия почти без потери качества также вы можете заказать полностью не компрессированные ави файлы и даже файла dpx или тиф то есть это будет отдельная папочка где будет несколько тысяч файлов тиф которые потом вы можете объединить в видеосеквенцию я лично предпочитаю формат прорез я экспериментировал с разными форматами но мне больше всего понравился прорез с ним удобнее работать в этой кассете 15 метров это примерно три с половиной минуты видео будущего нашего стандарт съемки на формат super 8 18 кадров в секунду не 24 не 25 стандартный а 18 то изображение у нас будет слегка дерганом это нормально так задуман формат super 8 он все-таки любительский не забывайте итак давайте посмотрим что из себя представляет файл сканирования в моем случае это прорез расширение файла mov мы можем просмотреть файл быстрым образом с помощью быстрого просмотра в mac os но нужно понимать что цвета здесь изображаются не очень корректно поэтому лучше сразу перетаскивать файл в davinci resolve и уже работать с ним там я это прямо так вот мышкой делаю и первое с чем я сталкиваюсь это с тем что davinci мне предлагает изменить фрейм рейд нашего проекта то есть частоту кадров с которым он будет существовать по умолчанию частота кадров в создаваемых проектах davinci resolve 24 кадра в секунду но как вы помните мы с вами работаем с файлами 18 fps поэтому я соглашаюсь на такое изменение частоты действительно мне будет нужен 18 fps длина нашего клипа 3 минуты 27 секунд собственно говоря это весь ролик вся пленка отсканированные целиком от и до здесь есть какие-то технические поля недоснятые моменты это все мы потом отрежем но при сканировании захватывается все это грамотно давайте проверим в настройках проекта что действительно частота кадров 18 fps да это так значит мы работаем грамотно теперь давайте разберемся с разрешением проекта по умолчанию davinci создает проект full hd но если вы увидите в правом верхнем углу разрешение нашего скана 4к если быть точным 4096 на 3000 пикселей поэтому здесь я поставлю именно такое разрешение для начала ну во первых чтобы у меня грамотное соотношение сторон в кадре получилось вот теперь она теперь у меня нет ни лишних черных полей а во вторых все таки я хочу видеть изображение полноразмерное первое что нам нужно сделать с этим файлом это отрезать лишнее в davinci есть функция автоматического поиска сцен и разделения нашего длинного клипа так называемой колбасы на короткие клипы в каждом из которых будет одна сцена но я не рекомендую пользоваться этой функцией все равно она не очень корректно работает и вам все равно потом придется вручную все эти сцены поправлять здесь у меня две части съемки одна часть съемки была на баренцевом море вторая часть съемки это мы дурачились с друзьями я вот хочу оставить вторую часть съемки и пока отрезать первую поэтому я нахожу начало первой сцены и команд обратный слэш отрезаю все лишнее первую часть я вообще удаляю она мне в принципе для этого клипа не нужна также можно отрезать в конце какие-то вот служебные не отснятые кадры но я этого не буду делать потому что может быть мне это пригодится дальше мы проигрываем наше видео и находим стыковки сцен то есть нарезаем наш клип на сцены почему это важно сделать потому что цветокоррекция всегда идет по сцен на каждой сцены немножко разные освещение разные вот была сцена разное освещение немножко разный баланс белого разный свет может быть разные экспозиции может быть у пленки да то есть вы можете по разному снимать поэтому все равно цветокоррекция делается по сцен на вот у меня смена сцены я отрезал проигрываю дальше до следующей сцены и отрезаю вот у меня идет следующая сцена можно проигрывать в убыстренном режиме но я обычно не использую это вот у меня пошла другая сцена вот я нашел где кадры меняются отрезал и так далее иду дальше по всему клипу иногда могут попадаться вот такие вот пустые сцены я их обычно вырезаю это между сценами не экспонированные или наоборот засвеченные кусочки пленки их можно сразу вырезать они иногда не пригождаются для декора скажем так нашего видео но обычно я так не использую их когда у нас клип уже нарезан то дальше можно переходить к по сценной цветокоррекции для этого мы открываем закладку color и вот наши сцены мы здесь собственно говоря видим каждую из них мы будем корректировать отдельно но так как сцены все равно похожи это одна пленка одно цветовое сочетание исходное более или менее одинаковые условия съемки наша цветокоррекция от клипа клипу не будет сильно отличаться можно будет использовать copy-paste настроек и так вот наша первая сцена что я здесь вижу что мне здесь не хватает на мой личный взгляд она избыточно теплая и давайте откроем в форму вот в форму я вижу что и она в принципе может быть дополнительно законтращена то есть можно немножечко повысить контраст но в первую очередь я исправлю исправляют то что мне бросается в глаза это баланс белого я беру соответственно ползунок температуры двигаю его в какой-то степени влево я всегда нащупываю границы то есть я очень сильно сдвигаю влево очень сильно сдвигаю вправо я понимаю что где в каких пределах примерно я буду корректировать цвет каких пределах это разумно а в какие уже вылезать не следует пожалуй давайте посмотрим вот до после вот в таком варианте на вскидку мне соотношение цветов нравится больше я уже вижу здесь более нейтральный они желтый асфальт даже немножечко он слегка такого холодного оттенка что в общем то на пользу самое главное это общий баланс цветов здесь он на мой вкус опять-таки по черту на мой вкус избыточно теплый я бы предпочел все-таки более равновесный баланс цветов но может быть это слишком сильно может быть надо в меньшей мере наполовину то есть было стало вот так вот будет достаточно окончательное решение я приму когда повышу контраст пока я не повысил контраст мы видим что у нас большой запас я не очень вижу итоговые цвета повышать контраст я буду за счет собственно говоря лифта который меня притемнит слегка тени в определенной степени и за счет гейна который в определенной степени раздвинет цвета но не нужно это делать избыточно чтобы во первых не заклепила наше изображение а во вторых все-таки в кино избыточный контраст обычно не происходит и так было стало пожалуй мне нравится эта цветокоррекция она полностью соответствует настоящей пленке постольку поскольку я не вмешивался избыточно цифровыми методами все что я сделал все это легко делается на монтажном столе либо на специальном оборудовании print lights она называется для цветокоррекции при печати с пленки на пленку переходим дальше я копирую эти настройки например с помощью комбинации клавиш alt 1 перехожу на другой клип и нажимаю command 1 то есть из этой же ячейки я скопировал цветокоррекцию и первое что я вижу конечно то что избыточно контрастная то есть вот в данном случае наша цветокоррекция не очень подходит я возвращаю обратно тени с помощью лифта видимо потому что немножечко по-другому была сделана экспозиция судя по тому что я вижу она была чуть более снижена то есть чуть темнее была экспонирована пленка поэтому я приподнял тени вернул опять-таки цвета немного приподнял и в таком вот виде давайте промотаем на какое-нибудь место вот например на это до после мне это больше нравится я не очень люблю абсолютно равномерный сторонний оттенок на всем кадре иногда это бывает конечно эффектно мне почему то кажется что здесь это не идет на пользу но все-таки баланс белого я бы хотел охладить в меньшей степени чем на предыдущем кадре поэтому я слегка вернул соотношение цветов и так было стало давайте в динамике посмотрим да мне нравится еще раз с новым персонажем было стало да однозначно стало лучше потому что ушел равномерный оттенок стал более нейтральный асфальт и само изображение стало более вариативным то есть больше цветов появилась здесь все цвета были похожи друг на друга они все были как бы избыточно загрязнены загрязнение цвета это безусловно правильная вещь и хорошая но когда она избыточная и уже переходит в сторону оттенка часто это воспринимается не очень хорошо но не всегда да пожалуй такой вариант мне нравится я заодно проверяю нашу сцену на предмет вылета светов в тех местах где появляется небо видите здесь появляется небо ну особого я ничего критичного здесь не вижу то есть можно оставить как есть минимальные вылеты вполне допустимы но конечно если бы мы печатали это с пленки на пленку то света бы у нас не вылетали поэтому в цифровом грейдинге мы можем себе позволить слегка притушить цвета то есть притемнить их например с помощью ползунка highlights но если вы им пользуетесь то я очень рекомендую в очень незначительных пределах это делать исключительно для того чтобы приблизиться к аналоговому изображению если вы будете избыточное значение для highlights и shadow задавать то вы уйдете в такой неестественное хдр с плохой точки зрения в плохом смысле слова изображения собственно говоря теперь я могу эти настройки снова скопировать alt 1 вставить их на следующем изображении alt 2 давайте проверим было стало пожалуй что меня все устраивает эти сцены сняты почти одинаково цветокоррекция здесь подходит можно сказать идеально идем в следующую сцену опять вставляем и вот здесь я вижу что не подходит цветокоррекция потому что то ли свет изменился то ли настройки на камере но экспонировано это изображение темнее мы можем это исправить например с помощью гаммы не обязательно двигать одновременно света и тени общий контраст точнее общую экспозицию можно с помощью гаммы исправить но здесь этого будет опять-таки недостаточно потому что я вижу что можно и тени сделать более контрастными и света приподнять и давайте я сравню этот кадр и этот кадр у нас же все таки должно должна съемка быть целостной и должно это выглядеть естественно до соседние сцены должны похожими по цветовому решению для этого здесь я нажму правой кнопкой мыши сделаю grab steel то есть я сграбил это изображение вот в галере у меня он появился этот стил теперь я открываю следующий клип и нажимаю вот эту вот кнопочку для того чтобы увидеть два изображения одновременно сграбленная справа у меня это которому я делаю цвет коррекцию она слева но в общем и целом видно что отличается баланс белого да то есть на предыдущем клипе баланс белого был более холодный вот цвет куртки он давайте так посмотрим видите цвет куртки отличается поэтому как бы не всегда это обязательно прям сводить один в один важно ориентироваться на общее ощущение но здесь видно что и асфальт более теплый поэтому я вижу что здесь баланс белого имеет смысл чуть-чуть подправить полностью соответственно не добьемся по разным причинам но с более или менее причина 1 немножко разное освещение похоже но все равно немножко разное плюс могли там облака сыграть еще что-то не обязательно прям идентичности добиваться абсолютной но вот наверное в такой степени баланс белого лучше подходит больше уже в целом похоже левая и правая половинка давайте покрутим их хотя вот здесь видите например забор получился избыточно холодный поэтому наверное все таки я буду ориентироваться и на забор тоже и немножечко верну баланс белого опять-таки сторону тепла сторону желтого важно в этом вопросе ориентироваться на общее ощущение его сейчас у меня общее ощущение похоже поэтому я выключаю режим сравнения и в целом я вижу что у меня эти сцены похожие вот особенно там где появляется забор но видите как насколько разная сцена насколько она по-разному снята в разные стороны так как камера крутится вокруг модели то конечно вот если была бы только такая сцена вот только с таким задником я бы делал одну цветокоррекцию если была бы только такая сцена вот с таким задником я бы делал другую цветокоррект ну во первых задник и свет но так как у меня все в одной сцене я вынужден искать некие компромиссные варианты в принципе баланс белого можно сделать вот здесь вот один вот здесь вот другой и через кей фрейм и его плавно изменять но это уже на мой взгляд слишком заморочено для супер 8 и для пленочной цветокоррекции ну вот собственно говоря таким образом мы делаем всю коррекцию пленки от и до сколько у нас сцен есть столько мы и делаем мне все нравится давайте немного поговорим про такие вещи как стабилизация и кроп а также про шум и давление и удаление артефактов то есть царапин и пыли нужно ли это делать ну начнем мы со стабилизации какой бы нам сцену взять для стабилизации ну пускай будет эта сцена то есть если мы ее проигрываем то изображение в какой-то степени все-таки дергается потому что съемка ведется не со штатива мы можем стабилизировать это изображение для этого используем закладку стабилайзер например можно и другими способами это сделать нажимаем кнопочку стабилайз сейчас изображение проанализируется как вы видите очень сильно стабилизировал изображение и она плывет вот она прямо как вот какой-то как водяные видите расплывы происходят в правом нижнем углу смотрите видите вот это некая не хорошо я не люблю такие вещи поэтому я обнулю стабилизацию и использую другой метод чаще всего дает нормальный результат на пленках simplicity ну то есть обычный способ максимально простой давайте стабилизируем с его помощью на мой взгляд такая стабилизация более естественная вот мы можем ее отключить включить но вы видите как изображение начинает подтормаживать потому что у меня уже в данном случае применяется об некоторая обработка которая не очень простая для моего компьютера а также мы видим что вейформа у нас стала немножечко странной это происходит потому что мы работаем в davinci resolve 17 бета версии и вот такие глюки еще в ней возможно но для нас это не принципиально потому что цветокоррекцию мы уже закончили новой формы мы смотреть не будем давайте отключим чтобы она нас не смущала обратите внимание что без стабилизации и со стабилизацией изображения отличаются постольку поскольку происходит легкое зуммирование мы в принципе вы можем отключить это зуммирование но тогда у нас будут гулять рамки смотрите то есть изображение старается стоять на месте а а рамки гуляют ничего страшного в этом нет так можно использовать если вы хотите оставить рамки вы вполне можете использовать вот такой способ когда они будут гулять также вы можете сделать зум то есть оставить галочку зум включенной рамочки у вас уходит но остаются небольшие краешки изображения они тоже гуляют но вы уже практически потеряли перфорацию но и также вы можете дополнительно зазумить изображение например во вкладке edit мы выбираем наш клип и делаем ему нелегкий зум например 10 процентов и теперь вы получили вот такую вот картинку без рамок вполне себе стабилизированную вполне себе неплохую в точки зрения того что изображение не дергается но без рамок я не всегда считаю что нужны рамки иногда они не нужны но конечно часто очень мы любим их оставлять поэтому лично я предпочитаю не зумировать изображение то есть не кропить его и не делать стабилизацию иногда это хорошо иногда нет но вот так снято то есть вот более оригинальное без стабилизации изображения но более натуральное скажем так она более соответствует тому чтобы вы увидели на проекторе экрана если для вас важна стабилизация то нужно максимально ее делать при съемке то есть я вам показал что можно стабилизировать можно при этом откропить частично или полностью а можно этого не делать я предпочитаю не делать то есть я ставлю галочку bypass stabilization вот такой вариант мне нравится больше всего второй вопрос это нужно ли нам подавлять зерно если вы внимательно посмотрите то кроме зерна вы также увидите проскакивающие на изображение иногда легкие артефакты давайте попробую поймать эти артефакты вот вот здесь вот белая точка появилась видите это артефакт в принципе его можно на постпроцессии убрать так что вы его не заметите также можно убрать различные царапинки и не некорректности проявки скажем так когда изображение какими-то пятнами плывет как правило это не случай среды среда хорошо проявляет очень здесь все ровненько но иногда эти все равно могут встречаться эти артефакты вот нужно вот они вот сейчас был артефакт вот видите вот на предыдущем кадре его нет на этом он есть нужно ли с такими артефактами бороться я считаю что в том размере в котором они здесь появляются с ними бороться не нужно это атрибут любительской съемки атрибут пленки супер 8 это нормально что такие вещи проскальзывают делает это изображение более естественным для восприятия поэтому я предпочитаю от них не избавляться но если вы захотите это сделать вы можете использовать разные способы наиболее эффективный это плагин нет видео он достаточно дорогой он стоит если мне не изменяет память около 180 долларов со всеми налогами нет видео плагин он достаточно сложный он очень тяжеловесный то есть он работает невероятно медленно если вы его будете использовать то вы сразу же зависите свой компьютер и у вас все будет происходить так медленно что иногда приходится ждать минутами на каждое действие но он очень эффективно удаляет вот все эти вещи он очень сложный плагин это космический управляемый космический аппарат фактически научиться им пользоваться действительно непросто поэтому для начала я вам чтобы не усложнять покажу автоматические методы мы построили автоматический профиль вообще этот плагин удаляет в первую очередь зерно они собственно говоря артефакты но также он умеет удалять артефакты вот смотрите вот наше зерно исходное естественное это нормально и вот я сейчас включу плагин все он зерно удалил понятно что изображение при этом стало менее резким понятно что в плагине есть различные возможности эту резкость вернуть повысить ее если вы с этим поработаете вы можете получить достаточно мягкую картинку практически без зерна высоко детализированную вот здесь вот есть настройках шарпенинг у нас есть его можно включить его можно настроить различным образом то есть с этим можно поработать и вы действительно можете получить одновременно резкое и не шумное изображение но все таки лично я пленку супер 8 предпочитаю не шума давить то есть не зерно давить даже точнее будет правильно так сказать хотя иногда в небольшой степени это можно сделать и кроме этого в плагине есть возможность удалять артефакты точки линии и различные шумы их можно настроить эти параметры но также есть настройки другой закладки вот здесь вот так где это у нас вот пыль и царапины если мы нажмем то эта часть это более эффективно делает давайте применим эти настройки и так без плагина нет видео с плагином нет видео резкость немножко стала выше не до конца можно ее еще сильнее повысить можно дополнительно поставить ноду которая после плагина повысит резкость но все-таки на мой взгляд и уже получается слишком синтетическое изображение да конечно мы имеем здесь цвета пленки и многие артефакты пленки но все-таки не так это натурально выглядит поэтому я вам показал опять-таки что это возможно можно удалить шум зерно тут есть две составляющие тут есть зерно пленки есть шум сканера можно если аккуратно настроить плагин нет видео то можно удалить и то и другое немножечко по отдельности скажем так вот в какой-то степени при этом можно сделать довольно таки аккуратно и будет хорошо смотреться но я все равно предпочитаю не использовать шумодавление при работе с пленками супер 8 собственно говоря на этом все цветокоррекция закончена можно сделать какой-то монтаж из этого убрать лишнее подложить сюда музычку и сделать стандартный экспорт через закладку delivery на этом все рад что вы смотрели это видео надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы в комментариях постараюсь на них ответить также делитесь своим опытом съемки на кинопленке супер 8 оставляйте ссылки на свои работы я думаю что и мне и многим другим будет интересно посмотреть на ваши сканы всем пока спасибо